Ребята, всем привет! Ставнер Ванш Кудер, компания Фордс Лайв. Специально для компании АМаркетс мы сегодня проведем кратенький обзорчик криптовалют, значит, то, что мы с вами рассматривали на прошлой неделе, предлагаю начинать с битка. Ребят, помните, я говорил на видео до того, как пошли, что, скорее всего, выглядит так, что пойдем дальше. Так и произошло. Мы увидели пробой 21.300, потому что после сильного движения не было отката, плюс не было реакции на ложный пробой, обычно это к тому, что цена пойдет дальше. Сейчас опять же таки цена стоит вот здесь, вот смотрите, вот эта точка 22.400 также держится и есть вероятность того, что цена дойдет до уровня 25.000 в ближайшие дни. Но тут уже внимательно, потому что любой момент могут продавить, хотя мы видим, что любое движение вниз, оно выкупается. Что у нас по АДИ? По АДИ, ребятки, по АДИ у нас, что оно глючит, график глючит что-то, не могу понять. Посмотрим, так, что-то у нас разрыв пошел, пошел разрыв. Разрывчик, ладно, посмотрим дальше. BNB. BNB, ребят, у нас дошел до уровня 314, мы его отмечали, вот был ложный пробой и оттуда, кстати, вчерашнего дня вот нормально цену были убили. Пытается сейчас выкупить обратно, но я бы смотрел на лонги уже выше 314. Тут под уровнем, ну в принципе где-то можно что посмотреть, типа со стопом сюда или сюда попробовать поставить, возможно так. И потом двигать стоп без убыток, если цена пойдет выше. Можно так делать, сейчас торговать уже на более мелких тайфреймах. Еще раз Ада посмотрим, что-то Ада видите не обновляется, странно, надо будет сказать. По дэшу, ребят, дэш пока что у нас, ну вроде бы выглядит, но что-то он пока стоит на месте, я бы пока сюда не лез. Лучше смотреть на дот, что у нас по доту, дот у нас помощнее. Кстати, смотрите, дот 569 уровень, который мы отмечали, протестировал четко сложными пробоями и дальше дали движение на 6.76, получается 20% выросли, нормально. Сейчас уже конечно ребят надо смотреть, тут уже я не понимаю. Может быть, ну конечно будет сюда стремиться цена, в первую очередь к ближайшему уровню, с которым был разворот. Вот он 7.2, это будет такая уже думаю локальная цель. Возможно даже на 8 долларов сходит у нас дотик. Ну нормально он уже тоже вырос конечно, смотрится. А тут еще уровень есть с этого, с недельки, вот он кстати, зона 6.6 уровень. Зона 6.6, ну посмотрим на графике. Вот тут у нас что-то он стоит, а тут так не видно хорошо, видите, а там он есть на недельке. Вот этот уровень 6.6 и тут как раз остановили. Ну я все равно буду брать ближайший, потому что с этого уровня был сделан перелом. Ну и более такой глобальный это 9.5. Туда могут тоже стремиться. EOS у нас выше 1 доллара, вот мы говорили были. В принципе закрепляется, можно рассмотреть со стопом типа за 0.98, со стопом и с целью там 1.2 доллара. Тоже нормальная ситуация в принципе по EOS, если сможет цена пойти. Если сможет пойти в целом как бы, но нужно еще дождаться закрытия дня. Поэтому тоже тут ожидать. Эфир. Эфир скорректировался от уровня 1662. Вот смотрите, четко дошли, скорректировались. Кстати, сегодня что-то вот завалили были, я видел, да. В моменте прям так ночью бах и обратно пытаются сейчас выкупать. Ну немножко был перегрет рынок, понятное дело. Эфир в том числе вот протестил вот эту зону. Ну тут уже видите, уже сейчас залезть не надо. Либо отсюда заходить это быстро, либо уже выше 1662. Пока что тут понаблюдать. Лайткоин, ребята, на халвинг все-таки пока что идет. Нормально смотрится. Откаты не сильные. На любом откате можно где-то покупать со стопами. То есть даже вот здесь можно было брать или здесь и так далее. То есть в принципе выглядит нормально. Угол наклона мощный. В целом каждый откат выкупается, видите. То есть я думаю, что должен сходить. Хотя как бы сейчас немного перегрето. Если бы я смотрел, я бы смотрел где-то вот отсюда. Восьмидесяти долларов хотя бы. Ну пока он высоковато от этой точки стоит. Ну поэтому пока я понаблюдаю. СНП, ребят, тут пытается кстати выйти выше линии нисходящего тренда. Пытался вот даже выходил. Вот если мы проведем, да там пробивали. Но что-то он сейчас пытается опять начинает заливать. Поэтому такое себе мероприятие. Может быть и такой доложный будет. Поэтому посмотрим, будет ли зависеть биток от СНП. Солана, ребят, тоже. Смотрите. Выкупают. Все-таки вот после движения. Да, всех кто тут брал, видите, вынесли. И сразу же начинается откуп. Как всегда. То есть тоже Солана собирается. Смотрите, алои не обновляют. Очень сильно стоит конечно Солана. Ну скорее всего Солана может достать где-то 32-37 долларов. Вот сюда может ребята дойти. Если сможет дальше выйти. Ну то есть конечно и будет тяжелее. Но может быть там тридцатку 32 протестирует. Поэтому Солана. Интересно, но сейчас уже ребята вышли. Надо было брать где-то вот здесь. Уже высоко. Уже высоко. Трикс пока на месте. Выше там 0.064 не идет. Пока не интересно смотреть. Люман сходил. Сходил. Пробил был 0.081.4. Смотрите протестировал был. И опять-таки вот здесь вот сейчас тоже 0.09. А что там еще есть кстати интересно с истории. А тут уровень вот этот вот 0.01 получается. Плюс-минус где-то. 0.1 сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А да 0.1. Вот это кстати хороший уровень ребятки. Вот он. Скорее всего сюда будет стремиться. Если это пройдут, то идем на 0.13. Но 0.1 хороший уровень. Очень хороший. Поэтому с него нужно будет смотреть что будет происходить. Рипл ребят. У меня была позиция. Покупал ее еще был вот здесь вот. Когда была по 0.34.2. И я по 0.41 там что-то и 6 закрыл. Не стал там дожидаться дальше движения. У меня был 0.41. Я потом решил посидеть еще и так далее. И потом уже увидел вот этот вот ритес тоже. И такое же тяжело ему было идти. Поэтому принял решение долго не сидеть и вышел с позиции. Хотя может быть цена пойдет еще дальше. Я свое там забрал движение. Ну может быть он там пойдет на 0.5. То есть у него там конечно. Ну хотя тут консолидация конечно ребята сумасшедшие. Вот это если пробивает. Вот это вот. Там 0.52 на недельке. То я думаю тогда может быть хорошее движение. Пока что тут все-таки накопление идет. Но оно еще может идти там месяцами. То есть рипл пока такой себе инструмент. Для движения. То есть он слабо ходит. Такое. Пока там еще судебные решения. Сейчас по секу будет. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Вот здесь ребята. Смотрите. Тезус очень классно. Зеркальный уровень. Видите протестировать. Пробили. И еще они ретест сверху. Поэтому 1.03. Очень классно. 1.03.3. Стоп за вот это отло можно поставить. Ну это и где-то сюда. То есть реально от уровня очень классно. Может еще постоят. Но пока технически классно смотрится. И может пойти 1.20. Может даже 1.50. Сюда может пойти. Вот следующая зона будет вот здесь вот. Хорошая прям. Поэтому вот так вот. Такой у нас кратенький обзорчик по битку. Напишите в комментах что вы думаете по битку. Где вы его ждете в этом году. Думаю этот год конечно будет пока рост. Но потом в конце года посмотрим. Я думаю сейчас еще рынок не развернется прям так. Думаю сейчас могут конечно сходить. Там даже на 25 может даже на 30 тысяч. Может даже на 35 сходить никто не знает. Потом я думаю еще будет такое сползающее движение. В течение там 3-4-5 месяцев. С каким-то сливом потом последним мощным. И потом только долгосрочный рост. Какая-то по битку мы видели уже в двадцатом году было да. Вот здесь вот ребят когда провалили. Перед началом сильного движения. Сейчас это включу. Вот это было в марте этого года. И потом уже долгосрочный рост. Просто без откатов пошел. Вот это кстати ребята. Это будет уже таким знаменательным. Подтверждение того что может начаться тренд. Хотя никто не знает. Возможно он уже начался. Просто мы сейчас говорим. А он уже будет продолжаться там и расти, расти, расти. Такое тоже может быть. Потому что накопление было очень большое. Накопление шло еще ребятки с июня месяца. С июня месяца шло накопление. То есть у нас три месяца лета было. Потом еще было сентябрь, октябрь, ноябрь. Декабрь там семь месяцев. То есть было накопление позиций. То есть достаточно большое накопление. Набрали много. Набрали то что надо было. Смотрите вот видите. То есть много. Ну и теперь может быть какой-то рост долгосрочный мы и получим. Но по факту будем видеть. Пока что мы торгуем спекулятивно. Есть ли долгосрочные позиции. Но я пока ребята их держу. То есть не рассматриваю там какие-то выходы. Есть ли еще краткосрочные позиции. Которые я просто торгую туда-сюда. То есть держу в счетов кеш. Потому что что-то может придется докупать. Всем хорошего дня. Ставим лайки. Подписывайтесь на канал. Кто хочет открывать счета обязательно открывайте. Это наши партнеры Amarkets. Нормальные выводы. Нормальные котировки. Нормальные графики видите. Нормальная торговая платформа. Где можно там и выставлять связанные заявки. Ну в принципе все хорошо. Поэтому смело торгуйте. Ставьте стопы обязательно. Ну и думайте о рисках. Всем хорошего дня. И до новых встреч. Всем пока.